добрый день друзья с вами канал геоэнергетика инфа и я борис марсанкевич тот кто не первый раз натыкается на нашу передачу на нашем канале знает о чем собственно говоря все наши передачи энергетики соль остальные все ноль а юрист маркетолог дубина на самом деле за любым энергетическим проектом так или иначе стоит экономика поскольку я не являюсь универсальным экспертом который с одинаковой радостью рассказывает об паруси рекам медном купоросе для того чтобы понять какая экономика стоит за нашей энергетикой какая экономика стоит за не нашей энергетика и за энергетическими проектами у нас сегодня в гостях по нашему приглашению по нашей просьбе специалист по По экономике сегодня, по экономике мы не касаемся в этот раз политики или постараемся ее не касаться. Александр Розжис, надеюсь, что многие с ним знакомы. И сегодня я буду задавать вопросы, а Александр будет на них отвечать, для того, чтобы понять то, что происходит не только в энергетике России, но и в экономике. Это особенно интересно в связи с тем, что совсем немного времени осталось до выборов, а новый состав Госдумы может попытаться или попробовать, или продвинуть какие-то новые проекты. Потому что чем ближе мы к выборам, тем больше у нас в центральных СМИ на наших телеэкранах представители партии, которые представляют свои партийные программы, дают партийные обещания, часть из которых может быть сбудется, может быть не сбудется, а может произносят всю эту риторику только для того, чтобы произносить. Вторая по популярности партия, если судить по опросам, это Коммунистическая партия Российской Федерации. Про Единую Россию нам частенько рассказывает Владимир Владимирович с экранов. Так что давайте сразу возьмемся за партию номер два. Я, конечно, не могу сказать, что специально отслеживаю, из чего состоит их программа. Ну, вроде бы на эти выборы они идут с программой «10 шагов навстречу народной экономике» или как-то так. Что-то вроде. Что-то вот такое. И пункт номер два – это национализация стратегических отраслей промышленности. Я повторюсь, я не экономист, у меня кроме логики в голове ничего нет. Если будут национализированы, ну, списка этих стратегических отраслей в этой программе нет, ну, это мелочи, это не так важно, это детали. В любом случае, если национализация, значит, нынешние руководители компании должны уйти в отставку, но компании должны продолжать работать, то есть должны заниматься тем же, чем занимаются сейчас. Оптимизация расходов, снижение себестоимости, увеличение объемов производства и, разумеется, борьба за рыночные ниши как на внутреннем российском рынке, так и на зарубежном. Следующий вопрос, истекающий только из логики. А кто будет руководить вот этими предприятиями, если предложить такая гипотеза, Коммунистическая партия Российской Федерации получает 100% мест в Госдуме и начинает заниматься национализацией. Быстренько поделили портфель, разобрались, где еще министерство и давай все национализировать. Если, вот, был известный классик, который сказал, кадры решают все. Есть ли вот такие кадры у нашей Коммунистической партии Российской Федерации, если есть, то откуда они могут, откуда они придут, из какого такого места? Ну, что касается национализации, то они как бы бывают разные. Бывает жесткая национализация, когда просто приходят и все отбирают. Бывает мягкая национализация, когда выкупают предприятия у их текущих владельцев. Иногда даже по рыночной цене. Вот, иногда по рыночной цене. Правда, иногда при этом рыночная цена перед этим очень сильно проседает. Вот такое тоже бывает. Вот, и как бы, если говорить о национализации, то по сравнению с, там, началом двухтысячных годов, то в России во многих отраслях национализация уже давно прошла. В общем-то, как бы, это дедушка-зюл, выращивая пчел, он, как бы, эти вещи прозевал, что оно уже произошло. Потому что, допустим, что касается там того же технологического сектора, то Ростех скупает просто-напросто как пылесос. Там та же газета «Коммерсант» просто истерики регулярно устраивает по поводу того, что творит этот гадский Ростех. Вот, скупает госкапитализм, ужас-ужас, значит, и в таком духе. То есть, значит, банковский сектор российской экономики, как бы, тоже на 70, по-моему, если не ошибаюсь, 72 или 74 процента на сегодняшний день государственные. То есть, крупнейшие банки, они практически все государственные. Ну, с заключением, там, Альфа, там еще парочки. Сбербанк, ВТБ, в общем-то, самые крупнейшие банки, которые контролируют большую часть, при этом, на Биулина, вычистил огромное количество частных банков, которые занимались там или отмыванием денег, или, так называемые, прачечной, или, там, другими всякими, карманные банки, так называемые, которые, там, обслуживали только какую-то финансово-промышленную группу, но, собственно, банковской деятельностью не занимались. Это, как бы, должно называться по-другому, это не банк в таком случае. То есть, на Биулина, она тайная поклонница Лукашенко, которая сказала, что правительству надо время от времени перетрахивать. Ну, он про парламент это говорил, да? Ну, она применила... Значит, то есть, сколько? Триста с пятьдесят с лишним, а может, уже и больше, различных банковских структур было закрыто за последние годы, в общем-то, и это очень сильно затрудняет и спекулятивная деятельность, там, с валютными махинациями, и вывод денег за границу это затруднило, и много других вот не очень хороших вещей, в общем-то. И, ну, на сегодняшний день больше, чем две трети банковского сектора государственного. Ростех, соответственно, делает примерно такой же в перерабатывающей технологической сфере. Значит, там Сечин в значительной степени, ну, до него еще там другие товарищи тоже постарались. То есть, значительная часть нефтянки также уже национализирована, по сути. Нет, ну, что касается Роснефти, там еще вопросы есть, потому что после того, как появилось новое российское государственное предприятие в Венесуэле, там какой-то сдвиг по акциям прошел, и вроде сейчас получается, что контрольный пакет Роснефти не в руках проявился в России. Ну, там сложная структура собственности, там, например, часть акций менялась взамен на доступ к иностранным месторождениям, в общем-то, то есть, тот же самый Катар, там еще другие страны, они как бы входили акционерами взамен на доступ к собственным месторождениям. То есть, при этом, но при этом, как бы, общий объем работ и ресурсов Роснефти существенно вырос. То есть, она на сегодняшний день уже далеко не только российская корпорация, не только российские недра она осваивает, и Венесуэла, и тот же Катар, и половина Ближнего Востока, и в Иране там что-то там намечается. Там есть некоторые очень странные вещи. Вот Роснефти, которая вошла в проект газовых месторождений на шельфе Египта, это, конечно, тема для отдельной передачи, как она туда попала. Ну, на самом деле, вот те слова, которые произносит господин Зюганов или товарищ Зюганов, как его правильно? Ну, смотря кому товарищ. Господин товарищ Зюганов. Там речь идет, в его текстах речь идет о том, что во всех советах директоров засели иностранцы, и национализация, судя по его же текстам, это как раз то, что должны прийти наши люди от народа. Вот у меня, собственно говоря, вопрос. Вот если представить, что вся эта демагогия неправильное слово, наверное, неполиткорректное, вот все эти обещания взяли и исполнились. Вот всех иностранных граждан из наших крупных компаний выгнали в соответствии с пожеланиями Коммунистической партии Российской Федерации. А кто придет? Ну, это очень сложный вопрос, кто придет, потому что, допустим, как я понимаю, господин Зюганов очень не хочет брать на себя ответственность, на самом деле, и как бы в 96-м году многие считают, у него была возможность стать президентом Российской Федерации, он от нее сбежал в панике, по большому счету, получив за это, как некоторые говорят, я не свидетель, я только пересказываю, значит, крупную сумму в зеленых, в вечно зеленых долларах, значит, за то, что он отказался от того, чтобы взять победу в свои руки. В пользу первого территория Средотловского обкома? Да, значит, да, это внутрикоммунистические разборки, значит, соответственно, в 2018 году он тоже как бы уступил место кандидата от КПРФ в президентской гонке, тоже другому товарищу, значит, и тоже, возможно... Выдающемуся лидеру коммунистического движения. Выдающемуся лидеру, да, клубничного движения, значит, каким образом это вообще коммунистам, это очень сложно сказать, потому что у нас есть определенное количество персонажей, типа Максуда Аль-Шевчини, который уже успел поменять все партии, которые только могут быть, в общем-то, и Грудинин где-то примерно такой же, то есть это люди, которые успели везде побывать, и Соколы и Жириновского, в «Единой России», и демократами, и либералами, и мусульманами, и православными, и атеистами, в общем, всеми-всеми, то есть, значит, ну и Шевченко, кстати, уже не коммунист, он уже в другой партии. Жизнь идет, значит, там на похмел не подают, значит, соответственно, надо переходить в следующую партию, вот. Там была смешная история, когда он, господин Шевченко, значит, был еще несколько лет назад на политкафе, он был еще демократом, либералом, значит, он рассказывал об ужасах сталинской системы, значит, о страшном гулаге и миллиардах расстрелянных и съеденных, значит, и вдруг потом он начинает петь «Интернационал», буквально, а еще он рассказывал о некой особой народной демократии, я пытался выяснить у него тогда, а в чем он отличается от обычной демократии, ответа так и не последовало, в общем-то. То есть, ну, это профессиональная демагогия. Ну, ты сейчас про политическую часть. Вот я представляю, вот пришли коммунисты в результате парламентских выборов к власти в России, вычислили все правление нынешнего «Газпрома», убрали иностранцев, убрали тех, кого сейчас изо всех сил называют олигархами и так далее, и так далее. Кто пришел? Кто пришел для того, чтобы заниматься разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой? Вот кто они? Есть эти люди у тех, кто сейчас вот молодые движения решили дебютировать на этих выборах? Господин товарищ Зуганов решил тряхнуть стариной или еще чем-то тряхнуть, ну, чем-то он трясет. Есть у них кадровый резерв вот под эту программу? Мы хотим национализировать стратегические отрасли. К стратегическим отраслям, если вы про энергетику говорите, это нефтяной сектор, топливно-энергетический комплекс, так скажем, все, что связано с нефтью, с газом. Ну, и поскольку в топливно-энергетический комплекс входит и угольная отрасль, значит, и нынешние около 80 угольных компаний тоже должны быть национализированы. Кто придет? Это больная тема, на самом деле. Я, как бывший глава молодежки Социалистической партии Украины, это все проживал изнутри, когда, допустим, одна из моих всегда ключевых задач, как лидера молодежки, было это формирование как раз кадрового резерва. Я к господину Морозу тогда на Украине приходил и говорил, а когда мы начнем готовить кадровый резерв? На что мне несколько раз было отвечено, что это его пытание не на разе, то есть это сейчас не важно, я говорю, как, ну, это вообще моя прямая обязанность, значит, этим заниматься. И молодежка – это как раз кузница кадров, в общем, и мы должны их обучать, мы должны заниматься, значит, их продвижением каким-то, и курсы какие-то проводить и так далее. Значит, и в результате всего этого я из этой партии ушел, потому что там этим не занимались. Соответственно, в КПРФ я тоже не вижу ничего подобного, если честно. Причем на подготовку кадров у них, в принципе, было вот все 30 лет, которые прошли после 91-го года, они могли спокойно готовить. Но где эти новые капитаны промышленности, красные директора и так далее? То есть я всегда был практиком, и я подходил к тому, что вот, да, допустим, мы возьмем класс, значит, я должен буду, условно говорить, как вот у классиков, значит, в истории с Че Геварой. Значит, когда есть такая байка, что Кастро спросил, кто будет главой Национального банка, Че Гевара не расслышал, значит, поднял руку, значит, и какое-то время руководил там этим Центральным банком, при этом ни черта там не понимая, да. Я знал эту байку прекрасно, и поэтому, значит, в свое время я там для того, чтобы претендовать на какую-то должность, я, соответственно, очень долго учился, у меня 5 лет госслужбы, у меня высшее и техническое, и экономическое образование, и после этого я еще, как бы, несколько лет повышал свою квалификацию, чтобы, допустим, соответствовать уровню, там, замминистра или министра какого-нибудь, да, и ничего подобного я не вижу, чтобы где-то кто-то пытался. То есть в результате происходит такая украинизация, я бы сказал, некоторых процессов, когда на некоторые должности, если получают партийную квоту, они продвигают каких-то людей, которые умеют разболтать, но никогда никакой практической деятельностью не занимался. Вот это молодое крыло, как мы ее называем вместо левое, они, значит, у них ни у кого вообще нет опыта работы какой-то, вообще работы. Ну, ты сейчас о партийной работе, о конкретных вещах. Я могу еще представить, как готовят человека поэтапно, там, одну ступень за другой на работу внутри партии, на общественную какую-то работу, а как можно подготовить будущего главу компании «Роснефть». Ну, на мой взгляд, это должны быть люди, которые сейчас работают в компаниях нефтяных, знакомы со всей этой кухней, готовы перехватить вот это управление. Мы мгновенно выгоняем Сечина, полмиллиона человек, которые работают во всех подразделениях «Роснефти», вот они под его началом должны продолжать работать, «Роснефть» не должна потерять всего, чего она добилась на международном рынке, внутри России не уступить и так далее. Вот если партия в своей предвыборной программе говорит о национализации, значит, у нее должна быть достаточно серьезная подготовка к тому, чтобы в тех самых стратегических отраслях, которые собираются национализировать, есть люди, есть специалисты в металлургии, в угольной промышленности. Или это неправда? Или я чего-то не знаю? Есть прекрасная, проверенная временем практика оппозиционной деятельности. Если кто-то говорит, что мы можем лучше, то они создают обычно так называемый теневой кабинет министров. То есть свое параллельное правительство, которое не настоящее правительство, но которое анализирует деятельность текущего правительства и говорит, вот здесь неправильно, вот здесь можно по-другому, предлагает конкретно какие-то программы, реформ, предлагает программы, допустим, с той же самой пенсионной реформой. Когда, допустим, я лично, персонально свою версию пенсионной реформы написал, правда она никуда не пошла, но это отдельный вопрос, я ее только просто опубликовал. Но никакого обсуждения вокруг нее никто нет. А КПРФ предложил свой вариант пенсионной реформы? Нет, не предложила. Значит, соответственно, и по другим направлениям аналогично примерно. То есть рассказывать, что что-то неправильно, это сколько угодно. Но когда, допустим, вот там есть депутат такой от КПРФ, там женщина, школьная учительница русского языка, она вот пыталась Силуанова троллить там дурацкими вопросами, откровенно дурацкими. То есть и сами заданные вопросы эти, они демонстрировали, что она вообще ничего не понимает в экономике, как все действует и так далее. То есть даже на базовом уровне. Почему против Силуанова, который как бы, как к нему не относиться, он профессионал высокого уровня, который владеет терминологией, владеет теорией и так далее, значит, и против него выставляют учительницу русского языка. Это говорит о том, что более качественного кадра против Силуанова выставить на какие-то, условно говоря, дебаты КПРФ не в состоянии. Это говорит о кадровом голоде. Это говорит о непрофессионализме просто-напросто. Потому что против него надо выставить человека типа, ну, не знаю, Глазьева, типа меня, типа еще там есть в России достаточно много экономистов, которые могут говорить на понятном силуанном языке. Я, допустим, могу передъявить им претензии, тоже могу запросто. Вот. По целому куче пунктов, значит, это будет предметно и по делу. Ну, ты сейчас опять сворачиваешься на политику. Нет, ну, это чисто практика. Вот на конкретные вещи. Кто-то должен прийти на место Сечина и... Нет таких людей. Тогда получается, что вот этот текст о необходимости что-то национализировать, он не подкреплен ничем. Он не привязан и к реалям, когда эта национализация уже происходит. Вот. То есть они просто используют лозунги, которые вообще никак не связаны с реальностью. Просто-напросто. Вот. Потому что, допустим, в России есть проблема. В России недостаток рабочих рук. Вот на нынешнем уровне развития экономики нужно больше рабочих рук. То есть вариантов, как эту проблему решить, есть несколько. Это, а, повысить пенсионный возраст, б, привлечь мигрантов. И все. Третьего варианта не существует. Или, если, допустим, всем раздать Виагру, чтобы они размножились, это все равно займет лет 20, да, для того, чтобы эти дети выросли. И сначала выносить, воспитать, значит, потом отдать в УЗы. Соответственно, это 20 лет, как минимум. То есть проблема недостатка рабочих рук, она уже существует сейчас. Какие есть предложения у КПРФ по этому поводу? Нет никаких предложений по этому поводу. Хорошо. Я, продолжив ту же тему, вот без политики. Потому что, на самом деле, проблема дефицита кадров, она вот, если сейчас посмотреть за свежей статистикой, она каким-то странным образом стала решаться. У нас не хватает мигрантов. У нас, вот, по городу Москве недавно давали данные о том, что стала расти средняя зарплата в таких отраслях, как доставка пищи и прочее, прочее, прочее. И кадровый дефицит стал постепенно снижаться. То есть выясняется, что и россияне могут выполнять ту же работу, если им платить нормальные деньги. Но это отдельный разговор. То есть получается, что за словами национализации нет готовности прийти к руководству этих компаний. Если мы говорим об энергетике, хорошо. Действительно, у нас доля «Газпрома» на внутреннем рынке 65%. Доля «Роснефти» и еще парочки государственных компаний в нефтенном секторе тоже около 70%. Здесь как бы все в порядке. От перемены ничего не изменится. От того, что будет сказано, что вы национализированы, никто не поймет, потому что и так национализированы. Но есть такие сектора, как, допустим, уголь. Там просто нет государственных компаний. То есть национализировать надо, но прийти туда некому. Опять же, я не политик. Я понимаю, что для того, чтобы человек сел в кресло руководителя серьезной какой-то компании, угольной, газовой, нефтяной, должна идти плановая какая-то подготовка. А поскольку жить предстоит в любом случае в рыночном мире, хотим мы того или не хотим, даже если мы внезапно проснемся и в России опять социализм, для того, чтобы наша экономика развивалась, нам нужны экспортные поставки, все равно придется вращаться там, где рынок. Соответственно, должны быть кадры, которые готовы не только справляться со всем тем, что происходит внутри России, но и быть готовы работать на внешних рынках, где никто не ждет и дружески не распахнет объятия, приходите и владейте. Надо будет бороться и так далее. Ну, в советские времена, вот мне, знаешь, больше всего не нравится, должны быть социальные лифты. Не должно быть социальных лифтов. Потому что если я поднимаюсь на пятый этаж пешком, я лещичную клетку очень хорошо знаю. Где щербинка на ступеньке, где стенка поцарапана. А если я еду в лифте, я ничего не знаю. Я с пятого этажа начинаю командовать там на первом, но не должно быть системы лифтов, должна быть возможность спокойной системной карьеры. Освоился на уровне руководства вот на таком, поднялся выше. И никак иначе, если перепрыгивать через ступеньку, будет плохо. А поскольку я старенький, живу давно, вспоминая ваучерную приватизацию, это же была только первая часть денационализации экономики РСФСР. Второй этап это были так называемые залоговые аукционы. Все это закончилось в 98-м году. В 99-м году в законодательстве России появился еще один закон, номер сейчас наивлюсь, не вспомню, а закон о народных предприятиях. То есть вот тот самый случай, когда не надо ничего национализировать. По форме народные предприятия это то же самое акционерное общество, но акции могут принадлежать только членам трудового коллектива, не более 2% на руки. В том случае, если человек увольняется, акции продаются правлению. Не имеет права продать их на сторону. Только тем, кто работает, тому акции принадлежат. То есть вот тот самый случай. Национализация, ну, дополннейшего состояния доведена. Причем этот закон предусматривал и форма перехода из обычных акционеров в народные предприятия, как должна реорганизация происходить. Если вспоминать подающего надежды недавнего кандидата в президенты, вот предприятие АО совхоз имени Ленина господин товарищ Зуганов очень часто называют народным предприятием. Это правда или нет? И если это не правда, то второй вопрос. А почему Коммунистическая партия Российской Федерации не создает вот такие народные предприятия? Потому что лучший способ агитации за национализацию, вот смотрите, вот наше народное предприятие, у которого и зарплата выше, и экономические показатели выше, и социальную нагрузку уверенно несет. Голосуйте за нас, и все будет так же. Есть ли в России вообще хоть какое-то количество народных предприятий, о которых так много и охотно говорятся с трибун представителей Коммунистической партии Российской Федерации? Ведь это была бы лучшая кадровая кузница. Вот я справился с совхозом имени Ленина, это же народное предприятие, вот я стал командовать в области пятью совхозами имени Ленина. Вот так, когда мне сказали, что надо заниматься агропромышленным сектором, я пришел, уверенно командую, все знаю, все умею. Ведь, наверное, так и сделано, ведь это же Коммунистическая партия Российской Федерации, она же не будет обманывать. Ну, начнем с того, что совхоз имени Ленина никаким совхозом не является, это только название. Вот, как учит нас философия, если кто-то как-то называется, это же не значит, что он таким является, потому что, допустим, в английском языке пехота — это труп, но они ходят, они лежат в земле. В общем, то есть и так далее. И что-то, конечно, Прутков про это говорил. Ну, да. Если на клетке с Буевым... Вот, то есть, да, если на клетке написать «Лев», то это не значит, что он начнет рычать и есть мясо. Вот, значит, соответственно, структура собственности данного акционерного общества, которым владеет Грудинин, она достаточно запутанная. Там часть акций принадлежит ему напрямую, часть акций принадлежит ему же, но через всякие управляющие компании. Соответственно, в совокупности его доля доходила, мы считали, где-то 84% всего ему принадлежит. То есть, когда нам говорят, что это народное предприятие, это неправда, потому что в законе написано, что такое народное предприятие, это акционерное общество, в котором все акции предлежат трудовому конъективу, на руках у одного человека не может быть больше 2% акций. На момент создания там было свыше 300 акционеров, и, соответственно, тогда это было народное предприятие. Потом он эти акции скупил. Фактически стал мажоритарным владельцем с контрольным... То есть, это не народное предприятие, это самое обычное акционерное общество. Да, причем на 80 с лишним процентов принадлежащее одному человеку. То есть, это даже, если он еще чуть-чуть выкупил бы, это даже не шло бы как паблик компани, то есть, которая акционерная компания. Это было бы private или там family company. Ну, закрытая акционерная общество. Да, семейная компания, которая даже не торгуется на рынке, в общем-то. То есть, в англоязычной терминологии там это идет именно не как public company, private company. То есть, частная собственность и личная собственность данного человека или его семьи. Значит, то есть, ничего общего с народным предприятием это не имеет. Вот. Ну, есть аспект того, что народные предприятия это тоже не коммунизм на самом деле, это дюринг, в общем-то, а дюринга товарищ Энгельс в соответствующей работе антидюринга раскритиковал и объяснил, почему это не настоящий коммунизм. Если кому интересно, можно там почитать, там целая книжка очень толковая. Я сейчас не про коммунизм. Вот, на самом деле, вот совхоз имени Ленина у нас сейчас вторая половина августа, сезон клубники закончился, давай оставим в покое. Сама идея, мы, коммунистическая партия Российской Федерации, хотим национализировать предприятия. У нас есть люди, которые придут и будут этими национализированными предприятиями руководить. Мы, коммунистическая партия Российской Федерации, используя вот такую форму, как народные предприятия, эти кадры подготовили. Есть в России какое-то количество вот этих народных предприятий, которыми бы выращиванием, взращиванием, помощью, становлением, которым помогала бы коммунистическая партия Российской Федерации, превращая тем самым эти народные предприятия вот в такую кузницу кадров. Нет таких предприятий. Более того, значит, Во-первых, есть еще целый ряд других форм. Например, народный капитализм, так называемый. Когда вы хотите создать предприятие с нуля, но вы не хотите привлекать деньги банков и тому подобное, вы привлекаете по чуть-чуть деньги большого количества людей, типа краудфайдинга, есть такие платформы типа Kickstarter, которые по чуть-чуть с кучей народу денег собирают. Только там они дают продукцию взамен, а есть вариант того, что можно тоже акции выпускать и распространять их среди большого количества народу. При этом эти акции будут ограничены, обрезаны, так называемые акции. Они не имеют права голоса, соответственно, никто не сможет их скупить для того, чтобы захватить контроль над этим предприятием. То есть они просто дают доходность, эти акции. Соответственно, это тоже так называемый народный капитализм, переходная форма, которую тоже можно было практиковать. Этим тоже никто не занимается. Значит, и таких есть форма кибуцев, коммун и тому подобное. Значит, ну, нечто подобное там, я не знаю подробностей, значит, пытался товарищ Кургинян организовывать. У него там есть своя коммуна в Александровском. Я не в курсе, что там. В количестве одна штука, она погода не сделает. Да, она в одном экземпляре, но там хотя бы была попытка, вот, засчитана. Есть попытка, да, с галочкой можно поставить. Есть куда галочку поставить. Да, значит, а, соответственно, у КПРФ таких предприятий нет. У них есть свои губернаторы, вот. При этом, значит, того, что, вот, допустим, вот там, Левченко и так далее, значит, почему, вот, у вас есть свой губернатор, почему бы не высадить туда десант коммунистов, да, значит, с проектной деятельностью, значит, которые будут заниматься написанием проектов и которые будут воплощать эти проекты в жизнь. Вот возьмите регион, соответствующий, где у вас губернатор, и сделайте из него конфетку, покажите, что вот коммунизм, вот это, что это вот так. Что может сделать коммунистическая партия Российской Федерации для подъема конкретного региона, благосостояния, уровня жизни и так далее, и так далее. То есть так тоже не получается. Ничего нет. Народными предприятиями не пользуемся. Красный губернатор, Иркутский, медведь ему товарищ, тоже как-то не сработал. А что же тогда, кроме слов о том, что надо все национализировать? И там еще есть пункты отменить повышение пенсионного возраста, увеличить минимальную зарплату, увеличить пособие, сделать бесплатным образование и медицину, все сделать бесплатным. А за счет чего? Ну, насчет бесплатного образования, вообще-то, как бы, доля бюджетников растет, и так, как бы, без участия КПРФ, скажем так. Я привык, что за каждой программой, ну, как бы, шаги национализировали, после этого резко выросли бюджетные поступления, после этого мы можем позволить себе отменять там часть того, что не нравилось народу. Но сейчас получается, что вот этой базы, даже если КПРФ сказать, вот вы все национализировали, командуете. Они к этому просто не готовы, потому что они к этому не готовились. Ну, когда, когда хотят действительно что-то сделать, это сопровождается ТО, технико-экономическое обоснование. Соответственно, идут какие-то расчеты. Значит, мы возьмем вот отсюда столько-то денег, и этого нам хватит на то, чтобы сделать вот так, вот так, вот так. Когда говорят, значит, надо поднять зарплаты в шесть раз, как некоторые у нас популисты говорят, а где вы возьмете деньги? Значит, если вы их просто напечатаете, это у вас будет булка хлеба не там 19 рублей, батон простейший стоит, или там 21, значит, а будет стоить 120 или 150. Вот, то есть денежная масса вырастет в шесть раз, товарная масса не вырастет, соответственно, произойдет инфляция на 80%. При этом процесс инфляционный запустить очень просто, а остановить его очень сложно, как мы знаем. Вот люди, которые уже жили в 90-е, они знают, что запустить печатный станок просто, остановить его очень сложно. И инфляционные ожидания, они сами по себе... Я помню, что тогда приходилось зарплату получать два раза в день, потому что было... Вот, да, то есть если вы с утра не поменяли свои фантики на доллары, то к вечеру вы уже купите за эти фантики в полтора раза меньше. Такое тоже бывало. Я даже помню курс, как были связаны рубль, доллар и фунт. Фунт сушеных рублей стоил один доллар. Было такое время. Вот, то есть мы сейчас видим вот эту систему того, что в США включен печатный станок, и это вызывает бешеную инфляцию у них. У них, извините, мясо подорожало за полгода на 50-70%, строительный лес подорожал почти в три раза вообще. В общем, там целая куча... И, к сожалению, поскольку у нас глобальная экономика, у нас это вызывает рост многих цен и у нас, потому что те товары, которые идут на экспорт, они растут и у нас. То же самое металл, то же самое дерево, там еще целый ряд других позиций, которые... И это из-за американской инфляции, не потому что у нас ошибки. Значит, нам, соответственно, нужно вводить какие-то свои заградительные пошлины. Надо вводить, то есть наоборот, не заградительные, а экспортные пошлины. Они все равно заградительные, но экспортные. Ну, да, но наоборот. Значит, соответственно, обычно просто заградительные не пускают чужие товары к нам, значит, делают их дороже. Вот, а, соответственно, нужно выстраивать, и определенные шаги в этом направлении есть, как бы, тоже. Те же экспортные пошлины на металл введены. Ну, об этом я как-то поговорю отдельно, потому что... Не идеально, скажем. Или это отдельная тема. Мягко говоря, не идеально, согласен. Значит, ну, предпринимательские, опять же, там, идут переговоры между правительством и представителями этих самих металлургических заводов, потому что те должны какую-то рациональную позицию занимать. Вот, если вы не будете ее занимать, соответственно, у вас будут вводить пошлины и налоги, и все прочее, в общем-то. Вот, вплоть до национализации, я думаю, в том числе, если будет уже совсем зарываться. В общем-то, ну, это всегда должно опираться на знание экономики и на какие-то реалии, потому что предложение выдать всем денег побольше, которое не сопровождается ростом производительных сил, приводит к инфляции. Вам нужна задача произвести больше товаров, если их не хватает, в общем-то. То есть, и, опять же, в России достаточно много лет было, так называемый, опережающий рост зарплат. То есть, зарплаты росли быстрее, чем ВВП, и за счет этого стимулировалось развитие экономики. Это тоже практиковалось и практикуется до сих пор местами. Вот, правда, господин Кудрин орет, что это уже больше не работает, хотя он, как бы... Он и был автором изобретания. Хотя он это и внедрял, в том числе, да. Значит, но... Как бы у него сейчас стоит задача быть боевой против, и он это и реализует. То есть, вот без всяких теорий. Вот что я вижу. Есть некая предвыборная платформа коммунистической партии из десяти пунктов. Пункт второй – национализация. Все остальные блага, которые они обещают, они идут уже с последующими номерами. Но если эта партия не готова к тому, чтобы действительно не на словах, а на деле провести национализацию, ты проводишь национализацию, значит, во главе нынешних компаний должны прийти твои люди, которые будут работать немножко по-другому, будут за счет своей трудовой деятельности поднимать уровень жизни населения и так далее, и так далее. Если нет этого пункта, нет готовности к выполнению этого пункта, то все остальные пункты, которые там дальше идут, они уже не так интересны, потому что для них нет экономического основания. Я правильно понимаю? Ну, совершенно верно. КПРФ, с моей точки зрения, она как бы… Но вообще-то был прав. Оно. Оно. Потому что вот так не быть готовым, но говорить много слов – это оно. Их устраивает нахождение одновременно… КПРФ Шрёдингера. Они одновременно во власти и в оппозиции, потому что она парламентская партия, а это, соответственно, при этом имеющая своих губернаторов и квоты на представительство в исполнительной власти. Это все присутствует. Значит, соответственно, они одновременно находятся во власти и одновременно они в оппозиции. Это КПРФ Шрёдингеры, в общем-то. То есть у меня тут… То есть с утра коммунистическая партия может критиковать Государственную Думу, а после обеда идти в Госдуму и работать? Или наоборот. Значит, у меня тут коллеги выдвигали тезис о том, что есть такой коммунист Шрёдингера, который вроде как идеальный, но каждого отдельного, когда начинаешь разбивать, он оказывается неидеальным, он оказывается не коммунистом. Соответственно, что такое коммунист, вообще непонятна структура. Но это уже такие приколы. А в целом их устраивает быть в оппозиции, получать плюшки, как парламентская партия, денежное финансирование за счет государства и при этом критиковать и ни за что не нести ответственность. Это очень удобная позиция синекура, такая своеобразная. И они ничего не хотят в этом менять. Я так понимаю, что за этой программой каких-то готовностей к реальной работе на самом деле нет? Нет. Ну, может быть, в следующий раз можно дальше пойти по предвыборному списку, но пока констатировано. Просто нет. И желание использовать вот такую форму собственности, как народное предприятие для того, чтобы подготовить себе специалистов, тоже нет. Ну, если бы оно было, значит, были бы какие-то действия. Мы их не видим. Потому что лучший способ агитации это показать. Есть частный завод, а через два квартала стоит наше народное предприятие. У нас зарплата в два раза выше. Все у нас выше, все у нас лучше, окна чище, стены толще и так далее. То есть этого нет, этого нет, но слов много. То есть, если бы у меня было право выбора, право голосовать на этих выборах, я бы, пожалуй, за партию номер один, по-моему, в списке, да? Я не знаю. По-моему, номер один. Я бы искал другие номера. Ну вот, для начала, для знакомства. Может быть, потом пройдемся еще и по другим партиям. Хотя, на самом деле, то, что касается экономики России, в ней много очень интересных тем. Так что, я думаю, мы с Александром сегодня не последний раз встретились. Большое спасибо, что приехал в гости. Вам спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте делать репосты на наши записи в ваших социальных сетях. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»